Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михайлович Тупи Геймс. И что бы там ни было, как бы там ни обновлялась игра, всегда интересно, что будет дальше. Какие обновления будут радовать нас в грядущих обновах. Естественно, это тоже не лишено своего смысла. Давайте ответим сегодня на вопросы, которые чаще всего задаются в комментариях, а также в соцсетях. Итак, вопросы и ответы от разработчиков очень интересная тема. Я вижу, что вам это все очень нравится. И мне тоже нравится автоматически, потому что видосики набирают больше лайков, больше комментариев и больше подписок. Итак, что хотел сказать, ребят. Вы задали очень большое количество вопросов о пригороде, даже чаще, чем нужно было. Каждый третий вопрос, каждый второй вопрос, это пригород, 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 что это такое. А он появился, а у тебя он есть, а покажи, а расскажи, а докажи, а можно ли, а доступно ли уже, а вот это вот обнова. Короче, очень много интересного. Вы пишете о пригороде. Задавалось, ну, наверное, десятки вопросов. Ну и некоторые вопросы все-таки были отвечены. На некоторые вопросы были пришлены ответы. Я, конечно, давайте я сейчас скажу сначала то, что думаю я пригороди, ведь игра может стать чем-то уникальным. Уникальным ни одной игре такого еще нет. Если у нас пустошь, это сугубо ПВЕшная локация. Да, ты можешь там встретить какого-то выжившего, но это бот чаще всего. И я думаю, что это будет трудно заменить на реального игрока. Прикинь, что ты тут вот в красном, в оранжевом лесу встретишь кого-то. Я думаю, что 100% появятся те ребята, которые будут брать ВСС и просто ходить выкупать каких-то фармеров. Пофармить тогда просто древесины практически будет невозможно. Поэтому давайте говорить о пустоши, что это реальная ПВЕ локация. Это то, где ты можешь развиваться, можешь встречаться и можешь, конечно же, совместно добывать какие-то ресурсы. Пригород, по моему мнению, если бы разработчики подумали очень много о нем и сказали, что типа, а реально, давайте сделаем это ПВЕ локацией. Какие-то уникальные локации, которые одному пройти будет очень сложно. Почему нельзя сделать какой-то автопоиск, либо пройти это с друзьями, нажимая на друзей, кто у меня один в онлайне. Либо заходим в состав клана и вот действий там типа, добавить друзья, выгнать, ну это понятно. А там типа, пройти совместное прохождение локации в какой-то пригороде. Это будет очень интересно. Я думаю, что максимально. Что там за разрушенным мостом? Почему шоу на радио прерывается сигналами бед? Вопросов больше, чем ответов. И это место манит и пугает одновременно. Я думаю, что 100% что, если какая-то локация очень-очень манит и однозначно пугает, я думаю, что вместе с другом здесь бы прохождение можно было бы сделать не таким пугающим, но и конечно же максимально манящим. Представь себе, что ни в одной игре еще такого нету прохождения локации со своими друзьями. Это было бы круто, ну и уникальность, я думаю, чтобы онлайн бы вырос в разы. Ладно, теперь вопросы, ответы от разработчиков. Пригород. Место уникальное, место, в котором хочется проводить время. Да, энергии много. Мы уже говорили о том, как мы будем с энергией справляться. Потому что один раз пошел в пригород назад. Например, то же самое, если там дрон нужен. Я всегда как хожу в хаб, ребят, забываю дрон. Прикинь, пошел в пригород, забыл дрон. Он вернулся назад, опять пошел, а энергии уже не хватает. Прикинь, не будет ли какие-то места, чекпоинты, к которым можно будет добраться. Ну, то есть, вот как у нас бежать есть к заправке, да, и энергия не забирается. Ну, типа на VIP. Может быть, так же будет идти, типа, и сюда. В принципе, разработчики этого не отрицают. Они подумают над этим и поработают. Это вопросы, которые мы уже решали когда-то. Так, ну что, пишем, 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 получаем ответы. Хоть что-то известно о пригороде. Это задался вопрос. Странный, максимально странный. Хоть что-то. Расскажите хоть что-то известности о пригороде. И нам, как говорится, поступает ответ. Помимо новых зомби и новых локаций. Вас ждет много режимов, которых вы еще не видели. А пока нужно готовиться. Это все, что ответили. Как бы, это, знаете, как будто какая-то вопрос-загадка. То есть, в этом, не вопрос, а ответ-загадка. В котором, типа, нужно еще какой-то ребус решить. Ну что, новые зомби есть, галочку поставили. Новые локации, понял, принял, галочку поставил. Ждет много режимов, режимы. Что мы имеем про режимы? Режимы, режимы, поселения, ребят. Помните режимы в поселении? Что там у нас есть? Какие-то там прохождения, потом схватки, локации. Давайте, в принципе, посетим. И это тоже все за режимы посмотрим. Потому что я там уже и не помню, как там называются эти режимы. Разные режимы. Они, конечно, еще закрыты. Но, тем не менее, режимы это поселение. Что хотелось бы сказать? Я, конечно, очень максимально много. Понимаю, что если много задавать вопросов, те просто перестанут отвечать. Ну, черный список, те, которые несут, потому что скажут, что это за больной, который по 10 вопросов в день гасит. Поэтому раз в 3 дня можно там задать. Ну, раз в 10 дней. Ну, там, раз в недельку. Это да. Итак, режимы боя. Это вот оно. Что экспедиция, дуэль, захват, эвакуация. Вот это. Ну, может быть, что это будет связано с чем-то. Вот смотрите. Захват. Это вообще что-то очень и очень интересное. Похоже, что там сражается большое количество выживших против большого количества зомби. Мне кажется, что это что-то, что может нас соединить с тем, что будет в поселении, в пригороде. Короче, не знаю точно максимально, но я вам скажу, что это отлично симпатичное время подпровождение. Я жду этого очень сильно. Не забывайте, ребят, забирать каждый день ресурсики. И тогда и у вас будут вот такие вот ништяки в этом ящике. Очень круто. Не забывайте. Каждый день бонусы приходят. Нужно готовиться. Понятно, что нужно готовиться. Нам говорят, формите, формите, извините, извините. Все, давай дальше. Сразу быстро. Будут. Я, если честно, вот это кайфую об этом. Могу разговаривать часами об этом. Могу часовые ролики снимать об этом. Будут там локации, как школа, больница или еще что-то. Ну, там, если честно, там вопрос, а будет ли школа? А будет ли локация там? А будет ли пожарная станция? А будет ли вертолет туда летать? А будем ли мы на катере туда заплывать? А будем ли мы на подводной лодке? Это, блин, просто много вопросов. Ну, вот задали вот такое вот. Будет ли школа, больница или что-то еще в этой нашей локации? Это пригород. И понятно, что то, что в пригороде обязательно должен полицейский участок быть. И ладно, шоколадно, там и пожарная, и школа, и больница, да и садик, да и все, что угодно. Это будет очень интересно, симпатично. И ладно, этот вопрос позже нам ответили. Как и должно быть в пригороде, будет чем заняться? Как и должно быть в пригороде, будет чем заняться? Мы работаем над этим... А, не, вот так вот. Просто понимаете, в чем прикол? Некоторые вопросы задаются на других языках, и, например, нам уже не отвечают, а там, ну, вроде как ответили. И переводчик очень сложно делает ответы. Как и должно быть. В пригороде будет чем заняться? Мы работаем над чем-то совсем новым. Вот так вот этот ответ, конечно же, прозвучал. И пригород – это тема очень интересная, в которой, ну, в принципе, наверное, как и должно быть в пригороде, будет чем заняться. Понятно, нам не ответили, чего, что там не школа, не тататат, но по любасу там будет чем заняться. Значит, локации там будет, ну, как минимум, не одна. Ну, как минимум, туда придешь, и там что-то будет, ну, как минимум, что-то можно будет делать. Хоть немного намекните, какие ресурсы будут нужны для того, чтобы себя комфортно чувствовать в пригороде. Ну, это задавался вопрос для того, чтобы, ну, хоть приблизительно знать, что готовить. Ну, давай честно скажем, что если ты знаешь, какие ресурсы нужны, то ты уже наполовину, как говорится, готов к тому, что здесь будет происходить. Я думаю, что даже к гадалке не ходи. С этим согласиться не то, что через одного, а каждый согласиться, чтобы было бы неплохо знать, а какие же ресурсы для пригорода нужны. Понятно, что там без АТВ, без катера, без дрона, без этого всего, ты без чопера, катера, дрона и АТВ ты не попадешь сюда вообще никак. Потому что, ну, во-первых, тебе нужно открыть вышки, усилить сигналы. Об этом мы уже все знаем. То есть, сюда мы не попадем. Но давай начнем с того, что, значит, там что-то еще более жесткое нужно будет. Ну, давайте послушаем ответ. Ответ, как всегда, двузначно звучит. Хоть немного намекните, какие ресурсы будут нужны для комфортного прохождения пригорода. Вам предоставили много времени для того, чтобы подготовить большое количество стройматериалов и ресурсов. Если честно, это даже не звучит как ответ, а это звучит больше как еще один вопрос. Что? Ну, типа, ты пришел к кому-то, что-то задаешь вопрос, а он тебе говорит, сейчас я тебе отвечу. Ты там сто процентов закидаешь там пять тысяч, и я тебя научу там торговать на бирже, делать ролики, которые набирают миллиарды просмотров и все остальное. И ты тупо платишь деньги и узнаешь только то, что и сам до этого знал, либо просто мог догадываться. Понятно. То есть нужно называть более ярко видео, делать более яркие картинки и снимать что-то актуальное. Так, блять, я это знал и до этого, и зачем ты пятишку у меня-то снял? Ну, спасибо за уроки, типа, урок. Единственный урок в том, что ты заплатил за это, что нужно было не платить. Ладно, о чем я говорю? Что нам, в принципе, ничего нового таки и не сказали. То есть все то, что там произошло, там, в принципе, и осталось. Ничего нового. Но, если честно, то есть одна маленькая тема, которая, в принципе, нам известна в этом ответе. То, что вам предоставили много времени для того, чтобы подготовить большое количество стройматериалов и ресурсов. Хотя мы спрашивали только про ресурсы. Тут нам намекает на то, что ведь не только ресурсы будут нужны, а и стройматериалы. Стройматериалы это что у нас? Давай логически подумаем за стройматериалов. Камень стройматериалы? 100%. Что там еще стройматериалы? Цемент. Да, стройматериалы. Кирпич. 100% стройматериалов. Арматура. Стройматериалы. Шифер. Да, стройматериалы. Железные пластины. Тоже стройматериалы. Железные не пластины, а листы. Извините. То есть, мне кажется, что все-таки нам дают понять, что просто так, ребят, ничего не будет. Просто так ничего мы не сможем. Нам придется, ребят, так, давайте сакуру возле туалета посадим, чтобы не так там запах перебивало, да. Короче, дело к ноте, ребят. Все вот так вот должно быть. То есть, ты должен готовиться к этому. Никто об этом, ну, то есть, ничего плохого никто не говорит. Говорят только одно, что нужно готовиться, готовиться, готовиться. Поэтому я слишком там много уже и так тяну, как говорится. Для меня это кайфово. Я вот в кайф это все снимаю, поэтому, ребят, вот так вот долго получаются подобные видосы. Я вам так скажу, что и ресурсы с пригорода тоже нужны, например, в поселение тоже нужны будут для пригорода. Поэтому нужно готовиться не просто так, как там, ну, да ладно, у меня там до этих ресурсов, как говорится, жопой жуть. Но нет. Нам придется еще и уделить внимание таким ресурсам, как и шифер, там, я не знаю, цемент. Вот, может быть, полюбасу, ну, полюбасу цемент, кирпидоны, полюбасу те ресурсы, которые мы сейчас делаем в поселении. Ладно, всем спасибо за просмотр и пишите, ребят, свои вопросы. Я обязательно их вижу, самые интересные. Если я там, типа, не отвечаю на ваш вопрос, поверьте, значит, кто-то уже задал такое же. И я пытаюсь читать все. Собираем большой список, пытаемся отправлять. Удачи, ребят, вам. Спасибо за поддержку.